Сегодня мы с вами поговорим о 20 знаменитых людях, которых не стало всего за 7 дней 2024 года. 26 февраля 2024 года не стало британского инвестиционного банкира, представителя династии Ротшильдов, главы лондонской ветви Ротшильдов Джейкоба Ротшильда. Ему было 87 лет. 26 февраля 2024 года из жизни ушла актриса Дарья Гончарова. Вероятно, вы помните ее роли в проектах «Девчонки» на углу «Патриарших 3» и в «Других». Актрисе было 54 года. 26 февраля 2024 года этот мир покинул актер Талга Саваджи, известный по фильмам «Где моя дочь» и «Два лица Астамбула». Ему было 60 лет. Причиной смерти актера стал сердечный приступ. 27 февраля 2024 года свой земной путь завершил актер Майкл Калвер. На его счету больше 40 ролей в кино. В том числе актер снялся в лентах «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», «Мисс Марпл. Указующий перст. Возвращение Шерлока Холмса и Мстители». Майкл Калвер прожил 85 лет. 27 февраля 2024 года умер актер Святослав Пеев. В его фильмографии свыше 120 ролей в кино. В том числе в лентах «Война ежей» и «Дети играют на улице». Актеру было 84 года. 28 февраля 2024 года ушел партийный деятель, член Совета Федерации с 2003 по 2020 год, последний председатель Совета Министров СССР с 1985 по 1991 год Николай Рыжков. Ему было 94 года. Политик покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 28 февраля 2024 года не стала актера Ильяса Логофетиса, знакомого зрителям по фильмам «Разговорный фильм», «Единственная поездка в его жизни», «Терра инкогнито» и «Окрашенные красные волосы». Ему было 85 лет. 28 февраля 2024 года из жизни ушла певица Кэт Дженнис. Ей был 31 год. Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. 28 февраля 2024 года этот мир покинул комик и актер Ричард Льюис, прославившийся в качестве стендап-комика. Как актер он известен по ролям в лентах «Ничего кроме любви», «Лифт» и «Однажды приступив закон». Ричард Льюис прожил 76 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. 28 февраля 2024 года свой земной путь завершил актер Луис Мальтени. На его счету свыше 45 ролей в кино. В том числе этот актер снялся в фильмах «Комиссар Рекс», «Криминальная жара», «Похитители мыла» и «Блондинка». Луис Мальтени прожил 73 года. 29 февраля 2024 года умер актер Игорь Копатов. В его фильмографии свыше 20 ролей в кино. В том числе в фильмах «Русские амазонки 2» и «Солдаты 3». 13 лет актер озвучивал Мишутку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Игорь Копатов прожил 70 лет. Причиной его смерти стали осложнения после операции на сердце. 1 марта 2024 года ушел барабанщик Валерий Кириллов. В разные годы он был участником групп «Зоопарк», «Странные игры» и «Джунгли». Музыкант прожил 61 год. Валерий Кириллов покоится на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. 1 марта 2024 года не стало сценариста, режиссера, театрального деятеля и актера Игоря Афанасьева, участвовавшего в создании таких проектов, как «Лузер», «Немой», «Всего один поворот», «Утреннее шоссе» и других фильмов. Сценаристу было 70 лет. Причина смерти Игоря Афанасьева широкой общественности неизвестна. Но ранее сообщалось, что в конце ноября 2023 года он был госпитализирован с инсультом. Также у режиссера было диагностировано онкологическое заболевание. 1 марта 2024 года из жизни ушла актриса Алла Богина, снявшаяся в фильмах «Хождение по мукам», «Мальчик со шпагой», «Вы мне писали» и «Девушка из камеры номер 25». Ей было 78 лет. Актриса покоится на Троекуровском кладбище. 1 марта 2024 года этот мир покинул режиссер, сценарист и актер Паула Тавиани. Он участвовал в создании множества кинопроектов. Среди них фильмы «Радуга», «Гнездо жаворонка», «Воскресенье», «Латинские парни идут в ад» и «До завтра». Режиссеру было 92 года. 2 марта 2024 года свой земной путь завершил дзюдоист, чемпион России, Европы и мира среди юниоров и молодежи, чемпион и призер чемпионатов России, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России международного класса Казбек Занкишиев, выступавший в полутяжелой весовой категории. Ему был 31 год. Согласно данным из открытых источников, причиной смерти спортсмена стал оторвавшийся тромб. 2 марта 2024 года умер актер Валерий Ивченко. Если вы являетесь поклонником отечественного кино, то он вам знаком по ролям в лентах «Вариант зомби», «При открытых дверях» и «Балаган». Актеру было 84 года. Валерий Ивченко покоится на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 2 марта 2024 года ушел актер Геннадий Киселев, снявшийся в фильмах «Котов» и «Судьбы загадочное завтра». Ему был 71 год. 3 марта 2024 года не стало театрального актера Евгения Валуева. С 1974 года и по 1982 год он служил в Вологодском драматическом театре. Актеру было 74 года. 3 марта 2024 года из жизни ушел актер Георгий Николаев. На его счету более 20 работ в кино, в том числе в проектах «Улица разбитых фонарей 15» и «Доктор Краснов». Актеру было 52 года. Георгий Николаев похоронен в Петрозаводске. Светлая память. Светлая память.